В эфире «Вечерний Вестник». Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикаме расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Прикаме вакцинировались в два раза. Больше людей, чем в прошлые месяцы. Как сообщает региональный Минздрав, с момента введения в регионе ограничений доступа на общественные мероприятия и в места скопления людей, прививки сделали более 200 тысяч жителей Прикаме. Впрочем, в ведомстве говорят, что для должного эффекта активную работу по иммунизации необходимо продолжить. В Пермском крае число вакцинированных от коронавируса перевалило миллион. Первым компонентом привилось более 1 миллиона 18 тысяч пермяков. Второй компонент уже поставили более 700 тысяч человек. Безусловно, вакцинация набирает темпы, скажем так. И цифра, наверное, это такая уже значимая и солидная. Хочется сказать о лидерах, кто добился наиболее высокого охвата своего населения. Это Березовский, Кишерский, Ординский районы и ряд поликлиник города Перми. 51% взрослого населения уже охвачен иммунизацией. По словам эпидемиологов, это хорошая цифра, но недостаточная для создания коллективного иммунитета. Это когда 80% взрослого населения должно быть привито. Но сегодня мы можем уже предполагать, что даже если 50% взрослого населения будет защищено, заболеваемость уже будет снижаться. А при 80% охвате мы получим существенное снижение. По статистике, только 3,5% привитых пермяков заболевает коронавирусом. Зачастую болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести. В четвертой волне заболеваемости наиболее распространен индийский штамм вируса, который отличается от других заразительностью. При европейском варианте инкубационный период составлял 13-14 дней. Сейчас этот период резко сокращен до суток и даже до двух дней. И мы наблюдаем очаговость. Это когда в домашнем очаге мы имеем двух и более трех заболевших. Поэтому здесь, в этих условиях, конечно, вакцина профилактика. Полного 50% показателя иммунизации взрослого населения регион достигнет до новогодних праздников. Валерия Ермакова, телекомпания «Бетта». Третий день подряд в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 698 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее выявили 701 новый случай. Таким образом, общее число заболевших в Прикамье превысило 128 тысяч. Кроме того, за минувшие 24 часа от коронавируса в Прикамье скончалось 40 человек. Вчера – 42. Всего с начала пандемии уже умерло 6249 больных. По данным оперативного штаба, в настоящее время в медицинских учреждениях края остаются 3779 пациентов с коронавирусом, из которых 475 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 235 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Помещения детской школы искусств в Сылве начнут ремонтировать в ближайшее время. В том числе и об этом говорил губернатор во время визитов в поселок. Дмитрий Махонин посетил социальные объекты, которые отремонтированы и в этом году. Материал Екатерины Рухтиной. Учителем физкультуры в Сылвинской средней школе Ольга Пьянкова работает уже 30 лет. Еще недавно большую часть занятий проводили в помещении. В этом году у школы появился современный стадион. Ребята занимаются на стадионе и футбол, и флорбол, на площадках баскетбол, волейбол и, конечно, беговые дорожки. Это круг 250 метров. Мы всегда об этом мечтали. Качество объекта в рамках рабочей поездки в Пермский район оценил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Рядом со стадионом расположился и новый корпус Сылвинской средней школы. Все интерьеры и дизайнерские решения школы связаны с именем поэта Василия Каменского и с местным краеведением. С 1 сентября здесь занимается 480 учеников начальных классов. Кабинеты оборудованы интерактивными досками. В здании также расположились современный спортзал и библиотечно-информационный центр. Техника у нас вся. Удобная техника? Удобная. У меня уже два цветных принтера. Рядом со школой в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, благоустроили Центральную площадь. Разработала проект группа инициативных жителей. Сейчас на площади уже установили лавочки и провели освещение. Своё почётное место занял и новый арт-объект, посвящённый Сылвинскому стекольному заводу. Дети уже играют. Вот снеговиков строят. Здесь у нас школа. Дети здесь постоянно. Родители уже гуляют. В вечернее время, вот я уже обратила внимание, уже в вечернее время, уже на лавочках сидят. Каждый раз, вот когда едешь по посёлку, всё время обращаешь туда внимание, как красиво. Красиво теперь и в местном доме культуры. В этом году он стал участником сразу двух федеральных проектов – нацпроекта «Культура» и проекта «Культура малой родины». Благодаря этому в здании провели капремонт, преобразили и оснастили новой техникой зрительный зал. В рамках общения с губернатором местные жители затронули тему ремонта второго этажа здания, где расположена детская школа искусств. Глава региона инициативу поддержал. Мы будем помогать ремонтировать второй этаж этого объекта, спортивный зал отремонтируем. И я порекомендовал ещё заявиться в рамках национального проекта «Культура» на создание здесь модельной библиотеки. И будем дальше за следующий год приводить до конца этот дворец культуры в нормативное состояние. Он очень пользуется спросом у местных жителей, ну и поэтому мы обязаны просто поддержать эти инициативы. В планах продолжить ремонт объекта уже в следующем году. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». С нового года в Прикамье появится Министерство агропромышленного комплекса. Впрочем, это не новая структура. Такое название получит нынешнее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Соответствующий приказ губернатора региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Источник, близкий к ведомству, пояснил изданию «Коммерсант Прикамье», что новое название Министерства правильнее по смыслу и больше соответствует его функционалу. В функции регионального минсельхоза входят предложения по основным направлениям аграрной политики, края разработка и реализация госпрограмм по развитию агропромышленного комплекса, привлечение инвесторов для реализации проектов в этой отрасли, содействие развитию продовольственного рынка, технической и технологической оснащенностью производства. Весной этого года в министерстве сменилось руководство. Руководителем ведомства был назначен бывший гендиректор агентства инвестиционного развития Пермского края Павел Носков. Итоги первого года реализации региональной стратегии развития малого и среднего предпринимательства подвели в Перми в рамках форума «Дни пермского бизнеса». Кроме того, обсудили и дальнейшие направления для развития, в том числе экспорта и конкуренции. Возродить и добавить новаторство в один из любимых советских десертов – орешки со сгущенкой. Такая идея пришла предпринимателю еще в 2019 году. На начальном этапе за помощью обратился в центр «Мой бизнес», рассказывает Рамиль Письменский. Я сначала обратился за финансовым именно продуктом, то есть кредитование, льготное кредитование. Быстро его получил, заявку подал очень быстро. И дальше увидел, что есть огромный перечень еще услуг, по которым я могу обращаться. И дальше пошли продукт за продуктом, то есть стал изучать рынки экспорта, стал изучать в том числе и возможности развития в интернете. То есть сейчас у нас идет обновление сайта за счет центра поддержки экспорта на англоверсию. Различной федеральной и краевой поддержкой в развитии бизнеса пользуются и пермские компании, которые давно на рынке, в том числе и международном. При помощи поддержки мы смогли выйти на электронные платформы, нас смогли обучить наших сотрудников, мы смогли найти новых партнеров на других рынках и существенно увеличили оборот нашей продукции. Узнать о возможностях развития своего дела, существующего или будущего, пермяки смогли на днях Пермского бизнеса 2021. Форум проводится при поддержке правительства Пермского края и центра «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в форуме. На пленарной сессии, где бизнес глава региона озвучил итоги первого года реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства, дальнейшие направления развития, в том числе экспорта и конкуренции. Все это для нас является ключевым моментом, понимая, что мы живем непростое время, но то же самое мы понимаем, что человек, который занимается бизнесом, он не боится сложностей, поскольку это люди особого склада характера. Я рассчитываю и внутренне верю, что те меры, которые мы в рамках нашей стратегии досмотрели и реализовываем, они все-таки во благо, и они все-таки будут помогать достигать нашей ключевой задачи – это увеличение занятости субъектов малого и среднего предпринимательства. На форуме традиционно проходят дискуссии и мастер-классы. В этом году они посвящены электронной торговле и цифровизации, креативной экономике и импакт инвестированию, молодежному предпринимательству и экспорту. Своим опытом с пермскими предпринимателями поделятся и эксперты из других регионов. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Доставка чего угодно. Кадровые агентства говорят, что профессия курьера сегодня самая востребованная в пермском крае. Спрос на эту профессию превышает предложение. А заработная плата курьера сегодня выше, чем средняя по региону. Подробнее Валерия Ермакова. Курьер – профессия года. Об этом свидетельствует рынок труда. Каждый день на сервисах по поиску работы появляется все больше таких вакансий. Я работаю недавно, наверное, месяц. Я пошел сюда, потому что это очень удобно совмещать с работой, с учебой. И вообще, ну, мне очень нравится эта работа. Я работаю каждый день. И свободный график меня все устраивает. При этом курьеры востребованы не только в сфере доставки еды и продуктов питания. Растет спрос на доставку документов и перевозку любых других товаров в сервисах такси. В пермском крае зарплата таких сотрудников в среднем составляет 50-60 тысяч рублей. Растет на рынке труда и спрос на относительно новую профессию – сборщик и упаковщик заказов. На них спрос вырос за последний год вообще там просто в десятки раз, на самом деле. Они очень… Раньше просто не было, в принципе, такой профессии, ну, массово, да. А сейчас в каждый магазин крупный зайди, там есть люди, которые, да, ходят, собирают эти заказы. Так вот, вот эти две профессии, они очень сильно откусили от соискательского пирога у общепита, у ресторанов и у такси. В целом на пермском рынке труда по сравнению с октябрем 2020 года произошли сильные изменения. Количество вакансий увеличилось на 41%. Между тем на одну вакансию сейчас приходится 3,5 резюме, хотя норма около 6. Получается, что работодателю выбирать сложно, а вот у соискателя как раз есть возможность выбора. Почему вообще соискателей на рынке так немного? Здесь есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что соискатели, в принципе, не очень охотно выходят на рынок труда, то есть не очень охотно идут на смену работы, потому что опасаются кризиса, вируса. Это все равно, ну, важный такой фактор. А второй момент, который очень сильно влияет и будет влиять еще многие годы, это гемографический момент. Еще один тренд, который прослеживают эксперты рынка труда, это увеличение вакансий на рынке внутреннего туризма. В сфере требуются водители, работники отелей, горничные, повара и особенно гиды. В Пермском крае также прослеживается надобность в таких кадрах. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Сегодняшнее заседание Краевой избирательной комиссии началось с торжественного момента. Состоялось вручение почетной награды Юрию Николаевичу Щебеткову, бывший руководитель управления Роскомнадзора. По Пермскому краю было отмечено высшей наградой избирательной комиссии за плодотворные результаты в работе. Обеспечил очень плотное взаимодействие структуры Роскомнадзора с системой избирательных комиссий Пермского края. Мои коллеги знаем с вами, что достаточно большая и объемная работа в этой части была проведена, взглядом которой стало то, что наши средства массовой информации в последнее время в принципе не были замечены в каких-либо нарушениях. Мне очень приятно было взаимодействовать с избирательной комиссией нашего Пермского края. Всегда вопросы решались конструктивно. Появлялись идеи у меня, у Игоря Сергеевича. Особенно по новым направлениям, связанным с интернетом. И насколько я помню, часть из них в общем-то в каком-то мере благодаря инициативе Пермского избиркома, а может быть и не только, она была реализована. По словам Юрия Щебеткова, после выхода на пенсию он не собирается вести размеренный образ жизни. В планах бывшего руководителя регионального Роскомнадзора заняться общественной деятельностью. В Прикамье приедет известный путешественник из Греции. Он собирается снять в нашем регионе новый сезон своей программы о туризме. Екатерина Рухтина знает, где путешественник предполагает побывать. Далее новости региона. Добрый вечер. Дороги в поселке Нагорнском, что в Губахинском округе, приведут в порядок уже в следующем году. На протяжении последних лет в поселке проходила догазификация. По улицам был проведен распределительный газопровод. И в этом году газ поступил в дома жителей. Однако в результате проводимых работ часть дорожного полотна на улицах была разрушена. В администрации Губахинского округа пояснили, что весной будущего года в поселке проведут плановый осмотр территории на наличие дефектов дорожного полотна. После этого будут проведены работы по грайдированию, отсыпке и асфальтированию разрушенных участков дорог. В Лысьве возобновили производство носков. В корпусах Лысьвинской чулочно-перчаточной фабрики вновь начали производить носки. О выпуске пробных партий продукции СМИ рассказал предприниматель и владелец нового производства Олег Сасунов. Сейчас продукция проходит сертификацию, после чего носки поступят на реализацию на электронные площадки и в обычные магазины. Выпускать продукцию планируют под привычным брендом. На первом этапе на предприятии появится 15 рабочих мест. В перспективе их число планируют увеличить до 50. В конце ноября в Пермский край приедет популярный путешественник из Греции Димитрис Георгиадис. Вместе со съемочной группой он будет готовить четвертый сезон известной передачи о путешествиях «Ехал грека», «Урал». В Прикамье Димитрис посетит Перм, Кудымкар, Соликамск, Усолье, Чердень, Красновишерск, Губаху, Лысьву, Суксун и Кунгур. Во время поездки путешественник собирается побывать в Белогорском мужском монастыре, музее Перм-36, поселке Всеволодовильва. Стороной не обойдут и природные достопримечательности – камень Ветлан, водопад Плакун и Кунгурскую ледяную пещеру. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть чем поделиться, напишите о своих новостях в мессенджеры телекомпании «Ветта». Для иллюстрации обязательно добавьте пару фотографий или видео объекта вашей новости. Мы ждем ваших новостей по этому номеру через мессенджеры WhatsApp, Viber или Telegram. Делитесь своими новостями со всем Пермским краем. На этом у меня все. Следите за новостями вместе с нами. Спасибо, что провели это время с телекомпанией «Ветта». Я, Антон Шибанов, на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. Приятных выходных. Спасибо.